РБК новости Башкортостана. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Итак, власти региона собираются ежегодно привлекать до 650 миллиардов рублей инвестиций. Об этом в ходе оглашения отчета правительства Госсобранию сообщил премьер-министр Андрей Назаров. В прошлом году в Башкортостане объем капиталовложений впервые превысил 500 миллиардов рублей. Изначально власти республики планировали достичь таких показателей к 2024 году. Так, на традиционных инвест-часах с главой республики было рассмотрено около 100 проектов за 150 миллиардов. В регионе расширяется линейка проектов в сфере ГЧП. Их число по итогам прошлого года достигло 60. Объем инвестиций по ним составит около 90 миллиардов рублей. Сейчас прорабатывается еще 6 проектов на 60 миллиардов. Также республика подписала 7 концессионных соглашений на 41 миллиард рублей. Крупнейший из них на строительство межвузовского кампуса. Премьер-министр добавил, что Башкортостан входит в первую тройку регионов. По числу индустриальных и технопарков разрабатываются создание еще 10 новых. Лучшими названы и преференциальные зоны республики. Второй год подряд особой экономической зоны ОЛГА является самой динамично развивающейся в России. В ней работают уже 12 резидентов с проектами на 42 миллиарда. Они предполагают создание более 2000 рабочих мест. Мы уже начали прорабатывать расширение торговой особой экономической зоны. То есть практически тот объем территории, который у нас есть, он уже заканчивается. Поэтому подготовлен пакет документов для того, чтобы ее расширить. В 2022 году темпы роста инвестиций в основной капитал в Башкортостане превысили среднероссийский. Одним из ключевых факторов, который способствовал приросту, это инвестиционный климат. В экономическом блоке правительства рассчитывают улучшить свои позиции в соответствующем рейтинге Агентства стратегических инициатив. Инвестиционный климат. Мы на пятом месте в Российской Федерации два года подряд. В июне в рамках Петербургского международного экономического форума будет объявлен еще один результат. Поэтому мы, конечно, здесь надеемся не только остаться в таких лидирующих позициях, но и продвинуться дальше. К слову, за четыре года в республике запустили 500 проектов с общим объемом заявленных инвестиций около 1 триллиона рублей и созданием 58 тысяч рабочих мест. К другим темам Благовещенске построят вторую очередь психоневрологического интерната. Глава республики поручил выделить на эти цели средства. Такое поручение он озвучил во время визита в соцучреждение. Строительство нового корпуса начали в январе прошлого года. Возведение первой очереди зданий уже завершилось. Из федерального и регионального бюджета выделили более 400 миллионов рублей. В рамках рабочей поездки глава республики провел совещание с главами сельских поселений шести районов. Они отмечают, что важной проблемой по-прежнему остается нехватка врачей. По данным Минздрава, на сегодняшний день в 20 ФАПах республики не хватает специалистов. Мы сейчас четко контролируем, чтобы был график. И каждый день, через день приходил ФАП в соседний директор. Нажимаем эту историю. С коллегами тоже разговариваем. Фельдшера, конечно, пошивы. У нас на 23-й год, на 30 фельдшеров по 500 тысяч заложены. На встрече с главами сельских поселений ради Хабиров попросил их бережнее относиться к инвесторам и активнее привлекать частные федеральные средства на реализацию различных проектов. Тарифы на ЖКХ предложили включить установку умных счетчиков воды и тепла. Такую инициативу правительство страны направило в федеральный Минстрой. Ведомстве отмечают, что это необходимо для внедрения искусственного интеллекта в сферу жилищно-коммунальных услуг. Предполагается, что устанавливать счетчики будут ресурсоснабжающие компании. Расходы на это будут включать в счета за коммунальные платежи. По плану Минстрой изменения необходимо утвердить на законодательном уровне до 2024 года. В 2025 году начнется замена счетчиков в нежилых помещениях, а с 2027 года в жилых. Дистанционное снятие показаний приборов даст возможность ресурснабжающим снимать показания приборов единовременно, в одно и то же время для всех потребителей. А это как раз снижает объем разбаланса в статье содержания общедомового имущества. Эксперты считают, что расценки на оплату ЖКХ не должны сильно вырасти. При этом граждане смогут экономить, например, на холодной и горячей воде более 10%. Напомню, за первый месяц этого года жителям республики начислили 8 миллиардов 700 миллионов рублей за жилищно-коммунальные услуги. Это на 30% больше, чем годом ранее. В Башкортостане учредили 10 ежегодных грантов главы Башкортостана для колледжей в размере 1 миллиона рублей. Их будут вручать по итогам года за достижения в области среднего профессионального образования. Об этом сообщили на заседании правительства. Гранты будут вручать по различным номинациям. Инновационный подход, воспитательная работа, качество подготовки кадров, взаимодействие с предприятиями, работодателями и другим. По каждой номинации разработаны критерии отбора. Первых победителей Минобор определит до конца декабря этого года. Как вы знаете, мы являемся одним из лидеров в стране по числу учреждений среднего профессионального образования. У нас функционирует 93 колледжа, 41 селял, которых обучается 106 тысяч человек. В рамках федерального проекта в регион было привлечено более 500 миллионов рублей субсидий на создание современных мастерских и образовательно-производственных центров. Началась поэтапная модернизация учреждений. В прошлом году на капремонт 11 СУЗов из-за республиканского бюджета выделили 463 миллиона рублей. 57 миллионов направили на открытие филиалов медицинских колледжей. В Уфе приступили к первому этапу реконструкции улицы Октябрьской революции. В связи с этим часть ее временно закрыли для проезда автомобиля. Об этом сообщили в Уфимской мэрии. Ограничение будет действовать до 9 апреля. За это время строительно-монтажные работы проведут на участке от улицы Ленина до проспекта Салавата-Юлаева. Напомню, мэрия заключила контракт на первый этап реконструкции с Уфимской компанией «Дор Транстрой» на 980 миллионов рублей. На этом участке будет выполняться работа по переустройству сетей водоснабжения. Кроме этого, у нас дорожники параллельно продолжают переустройство сетей газоснабжения и на днях приступают к ремонту тротуарной части. Второй этап реконструкции выполнит тюменская компания «Реалист» за 600 миллионов рублей. В целом работы на улице должны завершить к концу 2026 года. Там заменят асфальт, благоустроят и озеленят территорию. Для этого высадят около 100 крупномеров, отремонтируют дорогу от улицы Ленина до Сочинской. Проезжая часть сократится до 7 метров, тротуары расширят до 4,5 метров. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК. Продолжение следует...